Чудо-затмение, я так назвала, гадание на неделю, которое нам предстоит. Последняя полная неделя июня 2020 года, месяц, который очень много нам принёс, потому что он очень сложный, вот с астрологической точки зрения. Предыдущий был тоже не легче, и немножко часть июля тоже будет такая, но сейчас июнь перевалил за половину. Но самое главное, что мы переживаем вот эти самые затмения. И вот эта вот неделя как раз постзатменная, можно её так назвать. 21 числа солнечного затмения, 22 понедельник, и мы приходим как бы в чуть-чуть изменённый мир. Но это как кому повезёт, конечно. Итак, гадание на неделю для Овна. Чудо-чудо затмения. Вот именно так. Ждём чудес. Три карты всего достану. Я не хочу делать его слишком длинным, потому что вы переполнены. Поверьте, я из лучших соображений, вы переполнены сейчас этой информацией. И пусть всё будет покороче, почучче. Солнце в своём этом затменном коридоре, в этом затменном цикле, но Овнов явно не оставит без внимания. И самого интересного – это острая романтика, новое романтическое знакомство или просто знакомство, не обязательно романтическое. Ну то есть, если вы ищете именно любви, то приветствуйте её в своей жизни, потому что Паш Кубков вам достаётся, послание к истинной любви. Это новое знакомство, это новое чувство внутри вас. И это самое главное. Вообще вместе карты говорят. Девушка одна не останется, а скоро выйдет замуж. То есть, сочетание таких вопиющих карт про любовь и про семью и карты отшельника, всё говорит о скором просто браке. Поэтому, если вы Овен по солнцу, или если по каким-то причинам себя причисляете к Овнам, есть такие люди, которые просто глубоко знакомы с цианатальной картой, и поэтому там учитывают разные аспекты позиций, то, пожалуйста, вот, если вы от романтики далеки, то чудеса недели всё равно будут для вас, всё равно новое знакомство, которое, ну, если не хотите любви, то держите деньги, говорят вам вселенная. Хорошие условия сделки, большая покупка, переезд в новый дом. Ну, просто денежная сумма, которая неожиданно вас находит. Вся эта история, хоть и не выглядит как результат пути или результат ваших усилий, но таковым является на самом деле. То есть, знаете, такой, вот ваш какой-то путь длинный или короткий, кто-то 20 лет к этому шёл, кто-то буквально вот с мая готовился. Но вполне логично для вас вот сейчас именно это чудо, встреча, весть. Вот весточка, основное ведущее указание карт – это именно весть, это новость, причём, безусловно, хорошая, то, что вы ждали. В общем, чудо будет, потому что чудеса у нас в колоде описывают именно тузы. Ну, есть туз, значит, и будет чудо. Поэтому овны в полосе везения находятся. Ну, каких-то предупреждений и советов притормозить абсолютно у меня и у карт нету. Но разве что для совсем уже законченных циников и скептиков через среди овнов, вроде бы не бывает таких, но я допускаю, что есть исключения. Вот если вы действительно ни во что уже не верите, никаких своих перемен не ждёте, тогда вы можете очень плотно закрыть глазки свои и пропустить вот этот вот великий шанс на большую любовь, на большие деньги. Ну, хотя бы не отмахивайтесь, что ли, от подарков судьбы. Спасибо.